Мэр подчеркивает, предупреждать бизнесменов или учить работе по закону, та же трудинспекция уже не будет. Выявленного нарушителя трудового законодательства тут же привлекут к административной, либо уголовной ответственности. Неформальная занятость сегодня, убежден мэр, влечет за собой необеспеченную старость завтра. Потому что у нас 41 тысяча пенсионеров, которые получают пенсию от 6 до 10 тысяч рублей, то есть ниже прожиточного минимума. И 41 тысяча пенсионеров города Сочи нищих – это вина таких, как вы. Вы, тот, кому дается все полегче, должны о них думать, а вы не думайте. Сегодня по решению главы города, пожилым сочинцам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума, муниципалитет оказывает материальную помощь. Для этого из городского бюджета выделен 41 миллион рублей. За неделю по 125 предприятий проверяем, и нет, и везде. Как только проверка, значит, обязательно 70% выявляются тех, кто не оформлен. Начинается вранье там, мы не успели оформить. Подумайте, что вы творите. Торговля, общепица, наторно-курортная, строительная отрасль. В случае выявления неформальной занятости, выдачи зарплаты в конвертах в этих сферах нередки. Не отстают от привычных нарушителей и транспортники. Особое внимание контролеры сейчас уделят работе таксистов. У нас есть понятие «средняя по отрасли». Я требовал, требовал и буду требовать, чтобы вы заключили со всеми перевозчиками, чтобы они установили с нами договорные отношения, что ниже средней по отрасли не должны выплачивать. Волнует властей курорта и тот факт, что горе-руководители, не оформляя, берут на работу даже подозрительных граждан. А это уже вопрос безопасности, отмечает мэр. Все дело в том, что работников, получающих серую зарплату, нет в поле зрения правоохранительных органов. В рамках рейдов среди теневых сотрудников были выявлены граждане, находящиеся под следствием. Из-за такой халатности одним штрафом в размере 120 тысяч рублей за неоформленного сотрудника работодатель не отделается. Что же касается проверок, то они кратно усилятся. На курорт прибудут федеральные инспекторы, к работе которых уже подключатся и сотрудники городской прокуратуры. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.